Тайская музыка Есть уже опыт выступления именно в профессионалах, я думаю, что рационально рассчитает силы и будет, наверное, успешнее в этом бою. Но в любом случае смотрим на бой, по первому раунду, как я всегда говорю, будет все понятно. Да, первый раунд разведка и вообще, если обратиться к истории Муай-Тай, то часто мы видим, что бойцы в этом виде спорта в первом раунде стараются не заводиться, но только не про молодого Алексея Дроздова. Это он тут же попытался снести голову локтем своему сопернику, к счастью для Айдара Соберзянова не попал чисто. И Айдар сейчас фехтует передней ногой, разрывает дистанцию, уходит от контратаки Алексея Дроздова. Высокие оба парни, чуть повыше Айдар Соберзянов. Он так выглядит помощнее, хотя они даже помладше немножко Соберзянов своего визави. Но Алексей Дроздов пока так еще такое ощущение, что не вошел во взрослый спорт. И это для него профессиональный дебют. Наверное, мышечной массы немножко не хватает Алексею Дроздову. Чего не скажешь об Айдаре Соберзянове. Очень парень атлетичный из города Йошкар-Ала. Кстати, доводился тебе Виктор спарринговаться когда-нибудь с парнями из Йошкар-Алы? Да, с парнями из Йошкар-Алы я непосредственно в контакте в спаррингах не раз присутствовал. Допустим, тот же самый Никита Чернов покойный, Данил Крулев. Это же все выходцы нашей Межгородской школы. Костомаковской, Семеновской. С ними я достаточно много времени проводил в одном ринге. А что касается Соберзянова, спарринговался ли с ним? Нет, никогда с ним в парах не работал. Скорее всего, когда я уже прекратил заниматься тайским боксом, так сказать, плотно, он еще, наверное, не занимался. Не начал еще. Не начал. Смена поколений произошла в красной машине. Видимо, что Айдар Соберзянов, похоже, почувствовал фунт к этому поединку, если на первых секундах активнее был Алексей Дроздов. Сейчас Соберзянов старается отвечать. И действует он вторым номером, так вытаскивает на себя Алексея Дроздова. И вот уже не первый раз Айдар Соберзянов Алексея провалил. Да, на провалах работает, неплохо, руки в голову заходят, с локтя хорошо зашел в клинч. Алексею Дроздову надо повыше, наверное, руки держать, я считаю. Ну и вообще повнимательнее нам действует Дроздов. Он так кидается пока на своего соперника. Тут, конечно, не хватает опыта немножко Алексея Дроздова. Его как раз и надо набираться на таких турнирах. Сегодня у Алексея Дроздова матерый соперник Айдар Соберзянов, который жаждет наконец-то открыть счет своим победам в промоушене Эмиральд Файт. Причем, да, Айдар Соберзянов прошлый поединок на турнире Эмиральд Файт 6 в феврале этого года завершился неудачно. Проиграл он нокаутом очень опытному бойцову Али Кремжонова из Узбекистана. Сегодня, конечно, хочет Айдар реваншироваться. По первому раунду, Виктор, каков твой итог? Кто, скорее всего, этот раунд заберет? Айдар Соберзянов или Алексей Дроздов? По началу раунда намного активнее, мне показалось, именно по активности и по попаданиям был Айдар. В конце вроде бы оба спортсмена сравнялись. Скорее всего, из-за начала раунда Айдар, скорее всего, заберет его. Ну, Айдар и концовку тоже так проводил поувереннее. И, наверное, если учитывать, что это именно профессиональные правила, здесь считаются только чистые попадания. Возможно, боец из синего угла, из команды «Красная машина» может рассчитывать на успех. Но Алексей Дроздов неплохо смотрелся для дебютного раунда профессионала. Как велико он стартовал, попытался соперника в клинче нокаутировать ударом локтя. Но Айдар Соберзянов успел от этого удара уйти. Ну, а дальше видели мы, что Соберзянов неплохо действовал на контратаках. И вот он раунд под номером два. Алексей Дроздов, представитель Книгининской школы против Айдара Соберзянова, представителя города Яшкар-Алла. Снова лихо начинает. Алексей Дроздов теряет равновесие. Алексей. Кстати, Книгининская школа, как и школа красных баков в Нижегородском Муайтай, очень знаменита. И все, наверное, любители тайского бокса отлично помнят Надира Искакова, призера чемпионатов мира по Муайтай. Никиту Максимца, который в этом году совсем недавно участвовал на чемпионате мира по Муайтай, к сожалению, не добрался до медали. И Виктор Кудряшов вчера на официальном взвешивании тоже вспоминал, что парни из Книгинина неплохую конкуренцию составляли, в том числе и ему. Алексею, я считаю, нужно немного сумбурность убрать и ловить на ошибку Кайдара. Поработать с комбинационным, наверное, Алексею не помешает. Комбинационным, да, ему нужно делать сейчас, на мой взгляд, чистую базу. Хороший бэк-кик был от Алексея Дроздова, но Айдар увидел и не успел сделать шажок. Здорово, сегодня был красивый накал от Александра Вашнева в первом раунде. Попал он сначала бэк-кик, а потом вертушку в голову и закончил его бой с Алексеем Морозом. Да, красивейший. Причем Александр Морозов одноклубник Айдара Соберзианова. И сегодня у Айдара ставки повышаются. Надо не только за себя драться, но еще и отомстить за одноклубника. Но вот сейчас здорово попадает несколько раз Алексей Дроздов. Вот так наткнулся Айдар Соберзианов на джеп от Алексея Дроздова. Как будто нас услышал, работает именно серийно, через корпус, на голову, переходит в руку. Как ты и сказал, надо было успокоиться Алексею Дроздову, убрать фунгур. Чуть-чуть размеренно. И делать то, что он делает каждый божий день на тренировке. Совершенно верно. Но Айдар Соберзианов как-то замедлился. Он так старается сейчас одиночно отвечать. Хороший джеп от Айдара. И в последний момент откинул голову Алексей Дроздов. И здесь любимый всеми тайцами клинч. К которому более мощного, по крайней мере, внешне Соберзианова особо преимуществ нет. Алексей Дроздов, видимо, что в клинче тоже работает, научился. Кстати, пока совсем мало используют бойцы удары по нижнему этажу. Лоу-кики. Вот сейчас попробовал Дроздов пробить, но так явно не самый был успешный лоу-кик. А здесь супермен панч от Айдара Соберзианова. Плохо. Удар рукой с разножки. Очень эффектно всегда это смотрится. Хороший джеб у Айдара. Хорошие быстрые джебы. Добавлять ему нужно и одиночную работу. Да, подхватывает, подхватывает свои атаки. Видимо, что Айдар Соберзианов подлавливает время от времени Дроздова, когда тут идет навстречу. Сейчас пытается снова Дроздов здесь пробить локтем. И уже локоть от Айдара Соберзианова. Клика выкрушивается из этого клинча Алексей Дроздов. Но похоже, что все-таки куда-то в область затылка локоть Айдара Соберзианова прилетел. С передней ноги сейчас пробил Алексей Дроздов. И все, раунд по номерам два завершен. Он, на мой скромный вкус, был посодержательнее, чем раунд по номерам один. Что скажешь ты, Виктор, кто в этом раунде больше понравился? Алексей больше работал серийно через коробку с руками. Айдар достаточно немало раз на джебах ловил все. В принципе, раунд достаточно ровный, мне кажется, получился. Но все будет зависеть от третьего раунда. Третий и решающий, как любят говорить, комментизатор раунда нас с вами ждет. Как обычно, очень эмоционально проводят накрутку в перерыве Андрей Сапко. Главный тренер команды «Красная машина». Виктор его прекрасно знает. Я так понимаю, что неоднократно тренировался перед этим наставником. Да, абсолютно верно. Какое-то время он являлся тренером нашего Костомаковского клуба. Поэтому доводилось, как ранее говорил, постоять, спарренироваться с его воспитанниками. Так и, собственно говоря, под его началом тренироваться. Горит боями Андрей Сапко. И такой очень интересный, самобытный тренер, который воспитал уже немало интересных бойцов. И вот вчера на взвешивании так Андрей Сапко немножко жаловался на Айдара Саберзианова. Говорил, что ну все есть у парня. И атлетизм, и внешние данные. И неплохо у него поставлены удары. Но немножко не хватает ему спортивной дисциплины. И вот сейчас, если послушал наставление Андрея Сапко и Айдара Саберзианова, то в этом раунде, наверное, должен этот бой на правах более опытного вырвать. Вот это клинч! Это был хороший момент. И колени плотно зашли. Разозлился. Разозлился боец «Градской машины». Похоже, Андрей Сапко сказал ему что-то такое, что вывело Айдара Саберзианова из себя. Хороший смысл слова. Друзья, его совет был ничего из ринга не выносить. Кроме Алексея Дроздова. Алексей Дроздов. Алексей Дроздов сейчас действительно чуть-чуть не выкатился прямо на столик супервайзера. Кстати, супервайзер сегодня Александр Новиков. И известнейший Нижегородский рефери, который неизменно руководится весь каббригадой на всех турберах «Эмиральд Вайт». Потерялся. Неплохо под руку уходит, но не развивает свою атаку дальше. Потерялся немножко Алексей Дроздов на старте третьего раунда. Айдар Саберзианов своим стартовым спуртом. Обычно бывает финишный спурт. А тут спурт был старт. И просто снёс с ринга бойца из Княгинина. И так, видимо, что как-то тяжело задышал Алексей Дроздов. И чувствуется, что очень непросто ему. Но как раз-таки сейчас Алексей нужно немного, так сказать, накрутить темп для того, чтобы забрать концовку третьего раунда. Ну, надо просто начать уже боксировать. А Алексей Дроздов пока как-то просто стоит напротив соперника. Сейчас пропустил он одиночный удар Айдара Саберзианова. Причем удар-то был плотный. Видели бы, как запрокинулась голова у Алексея Дроздова. Снова джеб. Глазный его очень. Такой жаличий у Айдара Саберзианова. Чувствуется, что Айдар тоже много сил оставил на старте третьего раунда. И сейчас снова перешел на работу одиночными ударами. Но нельзя давать концовку Айдару. Но ведь здесь игра на публику. Айдар Саберзианов так понервировал Алексея Дроздова, высунув язык. Алексей Дроздов тоже стал работать одиночно. И все его удары Айдар видит. Снова в клинче. Слепились бойцы. Ох, как красиво. Через себя перекувырнулся Айдар Саберзианов. Но этот эпизод, наверное, тоже за бойцом из Эшкараве остается. Совершенно верно. Встречает локтем Айдар Саберзианов. И здесь пытался он нырнуть под руку Алексею Дроздову. Не самый получился хороший фит от Айдара. Но, к счастью для него, Алексей Дроздов ни колено не выбрасывал. И можно было еще попробовать выбросить апперкот. Но этого Айдар тоже не сделал. Капа потерял у Айдара Саберзианова. И есть такое у меня подозрение, что Айдар это сделал не просто так. Тяжело дышит. Айдар в конце третьего раунда. Небольшая профессиональная хитрость, которому Алексею Дроздову еще надо научиться. Айдар Саберзианов еще знает, что такое профбои. И как можно их немножко замедлить. Хороший бэкфист от Алексея Дроздова успел закрыть Айдар Саберзианов. Пошел в атаку Алексей. Пошел Алексей, пытается он забрать эту концовку. Но, правда, нет, нету чистых попаданий. Все. Звучит гонг. Шикарная концовка третьего раунда. Я думаю, что даже чемпион мира среди молодежи, по моему этапу Виктор Кудряшов, этому бою может поаплодировать. Да, неплохой конкурентный бой. Будем сейчас ожидать судейского решения, либо назначения. Экстра раунда, которые так любят в промоушене Миральд Пайт. Сегодня, кстати, никакого экстра раунда мы еще и сегодня не видели, потому что все поединки заканчиваются достаточно. Видимо, будет решение. Да, перчатки снимаются Айдара Саберзианова, значит, решение у нас там есть. Виктор, твой экспресс-прогноз. Кто в этом бою победил? Айдар, я думаю, что победил боец синего угла. По крайней мере, по третьему раунду. Достаточно много он натыкивал джебами, двойками заходил. Слишком много пропускал Алексей. Ну и слава Михаилу Маркову. Именно он представит нам победителя этого боя. И в этом бою победу одержал боец из Сиуба. Айдар Саберзианов, как и прогнозировал Виктор Кудряшов, открывает счет своим победам на ринге.